привет всем с вами дмитрий ророшенко сегодня поговорим о тех изменениях которые вступили в силу 1 ноября 2019 года а именно изменения в статье 8 постоянном проживании иностранных граждан то есть об оформлении вид на жительство без рвп а именно там есть пункт 4 вы сейчас видите на своих экранах он достаточно выделен я надеюсь что вам понятно и ясно указан это те кто является иностранными гражданами имеющими родителя усыновителя опекуна попечителя сына или дочь состоящего гражданство российской федерации и постоянно проживающим на территории россии таким образом данный пункт дает нам возможность оформить вид на жительство без учета рвп то есть без оформления разрешения на временное проживание если у вас есть сын дочь или родители то есть отец или мать опекуны и попечители которые имеют гражданство российской федерации и проживает на территории россии постоянно значит мотивом который побудивший вам обратиться данным заявлением будет желание проживать и работать в российской федерации а также у нас указан то что вы являетесь иностранным гражданином на 1 например имеющим дочь или сына или отца или мать гражданина российской федерации далее у нас хочу сразу обратить внимание что нет ограничений по возрасту то есть как у заявителя у иностранного гражданина так и у родителей дочери или сына которые являются гражданами российской федерации то есть например ранее были ограничения на 65 лет для граждан иностранных которые имели право оформить по детям здесь таких ограничений нету по возрасту и второе не нужно сдавать на сертификат знания русского языка истории законодательства российской федерации это тоже очень важно итак друзья что касаемо документов первое это заявление выдачи виде на жительство двух экземпляров дальше документов застоверяющие личность иностранного граждане то есть паспорт который из которого необходимо сделать материальный перевод обязательно делайте заранее для того чтобы не тратить время квитанция по оплате госпошлины на 5000 рублей 4 фотографии 35 на 45 обязательно матовые которые делаются также в любом ателье фото ателье документы которые подтверждают ваше пересечение границ миграционная карта и ее копия уведомление о прибытии и ее копия обязательно тоже это сделать и также необходимо если из визовой страны это отсутствие судимости в принципе так ранее было как и в предыдущей подачи документы по другим основаниям до принятия этого закона медицинские справки это отсутствие инфекционных заболеваний вич психолог нарколог обязательно также подаете эти документы и что еще хотел бы сказать что если вы подаете значит по родителю то свидетельство о рождении если у вас иностранного государства есть своя рождение тут реальный перевод если вы подаете по детям то также свидетельство о рождении их и если вдруг у них иностранного государства то также я бы рекомендовал сделать копию нотариальный перевод и копию паспорта естественно гражданина российской федерации это обязательно что по родителю что по дочери что по сыну кроме этого их место регистрации то есть подтверждение выписки по регистрации это тоже важно потому что для того чтобы они подтвердить их постоянное проживание в российской федерации в принципе наверно все по документам а еще самое главное забыл это это подтверждение дохода значит в основном это 2 ндфл по основному доходу он укажет у нас основной как основное место работы то есть вы получаете 2 ндфл за 2019 год за 2018 и требовали в принципе поэтому по 2019 году можете взять за 2018 год если у вас есть и вы работали то есть предоставить 2 2 2 эти формы по естественно должен быть ежемесячный ежемесячный доход выше прожиточного минимума если мы говорим про москву кризис порядка 18000 то есть 18 20 тысяч то чем больше тем лучше для того чтобы подтвердить этот доход также возможно доход от вклада в банк в банке и доход от иной деятельности то есть план банки действительно тоже может зарегистрировать и взять оттуда справку выписку иная деятельность возможно сдача квартиры или другие какие-то там договоры гпх который по которой вам приходит деньги и естественно по счету который вы можете тоже предоставить либо может быть это пенсия стипендии и так далее то есть иные доходы обязательно тоже нужно будет подтвердить это никто не отменял не в этом по этому основании по другим поэтому в принципе это все как я уже сказал мне нужно значит нет ограничений по возрасту еще раз и не нужно подтверждать знания истории россии законодательства и русского языка данном случае это основание не требует это очень большой плюс потому что все равно определенная трата времени даже если вернуться сахарова все равно займет там три дня медицина кстати тоже в мц сахарова делается три дня это тоже обратите на вы на это внимание стоит вам 3500 еще хотел бы опять же как я уже на распитиве 50 говорил во всех видео и повторяю еще раз идете сдавать документы сделать достаточно количество каких-то вариантов дополнительных чтобы вас был обязательно что вордовский документ был рабочий документ рабочий компьютер была зарядка совсем со всеми делами и обязательно флешку для того чтобы вы могли оперативно внести изменения сразу сдать документы инспектору после того как у вас если все нормально по этому основанию будет принято документы вы проходите дактилоскопию и по истечению четырех месяцев должны получить вид на жительство уже по новому закону но дальше обязательно нужно поставить регистрацию новую регистрацию этого никто не отменял вид на жительство естественно будет в двадцать бессрочный по новому законодательству замена будет 14 20 45 лет вот такие вот нюансы надеюсь что для вас это видео было актуально обязательно оформляйте документы не опускайте руки даже если какие-то замечания что что-то там нужно переделать исследуйте документы получайте дополнительные документы что от вас требует и сдавайте потому что решать если у перед вами стоит цель получения вид на жительство значит ее нужно решить спасибо что посмотрели данное видео подписывайтесь на канал успехов вам всего доброго